всем привет с вами бассет сегодня посмотрим на классную галактическую битву в star wars empire war remake мод этот мод изменяет графическую составляющую игры добавляет много новых кораблей и в целом значительно и в лучшую сторону меняется баланс сил в эпоху галактической гражданской войны то есть в эпоху противостояния империи повстанцев и синдиката преступников это видео я записываю во время небольшой простуды поэтому моя речь и голос могут немного отличаться надеюсь что это скажется не очень сильно на качестве видео и конечно же желаю вам приятного просмотра итак друзья мы начинаем какая у нас предыстория этого сражения силы пиратов под командованием фианора и его мандалорским флотом и хелкинга с его кораблями дроидов вторгаются на куат где строится огромный имперский палач это самый большой корабль который когда-либо вообще существовал в истории звездных войн насколько мне известно больше него только сама звезда смерти это кровель просто огромный и находится на строительстве ну а имперцы за которых играют два других игрока под никами а мордака и нейтрон пытаются естественно отбить эту позицию и не дать синдикату захватить это орудие в свои лапы понятное дело повстанцы на река много заплатили за штурм и за попытку уничтожить этот главное производящие здание на куате доверь фику от это самая большая производящая конструкция которая вообще существует во звездных войн насколько мне известно на 10 производится самые крупные корабли для империи и в свое время для республики и поэтому пираты находятся именно тут их первые легкие стрелители полетели да это ремейк моды свите тот же масштаб весьма специфический и вот эти звездолеты отсюда даже на самом деле не видно что это звездолеты но тем не менее они летят на перехват астероидов напоминаю еще раз тем кто не смотрел предыдущие видео рекомендую посмотреть по звездным войнам экономика строится из астероидов если захватывать а строит вы делаете апгрейды на них и вы получаете различный доход в зависимости от апгрейда до небольшой какой-то а бонус и вам нужно апгрейдить станцию чтобы получать доступ к кораблям более большом уровне побеждая тот кто естественно разгромит флот противника и уничтожит его станцию здесь появляется уже первый корабль сепаратистом данный момент это манифисент корабль техносоюза или корабль банкиров торговцы который был еще во времена первой войны во времена войны клонов и он сталкивается уже с первыми кораблями империи на данный момент этот корабли у нас в индикаторы фрегата таких мы еще не видели они достаточно простые у них не очень много орудий на самом деле только парочка батарей сейчас сзади его там прикрывает какой-то тоже интересный достаточно корабль который выпускает бомберов да это гладиатор ну интересно да вид у него конечно тоже здесь это летает а другом фланге маленькие эти истребители разные какие-то пока посмотрим просто на кинематограф кинематографе потому что все равно экшена пока еще не так много здесь да этот один корабль пиратский слэш синдикатовский слэш сепаратистки отстреливается даже от перехватчиков но вот какие-то пошли первые жесткие попадания далеко наверно залетел все-таки команду чтобы потерян двигатель двигатель потерян и все тут загорается просто неприятно скорее всего этот корабль уже никуда не уйдет последний стал сегодня друг не это что и он просто раскалывается как а булочка хлеба на две части и сгорает но это даже не в атмосфере да он как он вообще тут не может гореть по сути учитывая что это вакуум ну в общем ладно просто исчезает распыляется уничтожается неважно а вот здесь начинается такая же стычка примерно тут уже есть первый виктори виктори так с какими прекрасными бортами навесная обороняющаяся времен немцев видимо хорошая такая защита есть и только один легкий фрегат который тут скорее всего в одиночку и не справится да обратите внимание тут тоже интересно достаточно название у кораблей вот этот бренд за шира яша это называется серебро давайте обращать внимание потому что имперские названия здесь имеют некоторые маленькие пасхалки этот корабль пока не может выстоять обстрелся с этих имперских капитальных структур таких огромных кораблей крейсеров и есть конечно подкрепление чуть сверху виде одного еще фрегатика но как-то не хватает пока силы пиратов выглядят они в этом моде честно говоря немножко послабее подходит еще одно подкрепление все больше и больше начинает подводить все сепаратистских сил на всякий случай хелкинг чтобы как-то изжать позиции но пока этого немного не хватает по ощущениям на этом фланге есть какие-то две турели которые были перехвачены синдикатом синдикат пытается за счет них как-то обстоять корабли противника корабли империи но в целом имперцы свою работу выполнили они астероиды практически захватили на этом флаге не отбились и у них все замечательно на этом же фланге как бы у пиратов есть некоторые трудности но я думаю что они справятся все равно да потому что уже многие корабли империи были побиты сильно чем довольно таки значительно сильно и у пиратов я думаю будет еще в будущем какое-то подкрепление да здесь есть еще пока 2 которые только что вот-вот прибывают сюда два еще манифисента они справляются теперь думаю замечательно вообще без даже экстра каких-то сил агу они открывают очень серьезно и очень больно и все же горит блин и бедные конечно имперцы явно не ожидали такого сопротивления и такого вторжения к этим верфям куата да и скорее всего конечно имперцы сейчас надо переходить на т3 уровень и продолжать делать какие-то апгрейды уничтожается у них еще один большой корабль он просто же разрывается на части его навесная броня отлетает в сторону сейчас и конечно до силы которые имеются здесь у сепаратистов у пиратов они явно намного больше они превышают значительно сейчас мощь флота и перии подходит еще один викторий на всякий случай он пытался обойти как-то сзади но мне кажется не самый лучший план учитывая то как расположены батареи на имперских кораблях да ой подходит первый провинанс это просто самый экономичный самый известный корабль который был во времена войны плонов да именно на таких кораблях летал генерал гриус и этот корабль достаточно мощный при этом еще не только фрегат не только эсминец да так сказать а еще и авианосец что очень важно у него достаточно большая группа истребителей и бомберов которые могут вылетать и работать по разным целям и с пройденцем плюс под прикрытием более легких фрегатов я думаю здесь отобьются без проблем уже скорее всего пираты настроить пытаются фокусить на астероиде в этом моде кстати обратить внимание стоят дополнительные защитные сооружения в виде батареи которые могут отстреливаться это на самом деле неплохая фишка да потому что таким образом хоть как-то эти а стройный можно защищать а более эффективно но судя по всему это не бесплатно да наверное делать орудие за орудие тоже нужно наверно платить судя по всему или возможно это просто фишка пиратов нет не фишка пиратов очевидно просто их надо платить да здесь провидан ведет свое наступление уверен двигается этот корабль в атаку сейчас тут есть какая-то группа еще легкая авиация она пытается подлететь может быть больше до с точки зрения разведки но скорее всего все эти а правы имперские летчики уже не вернуться в свой космодром родной к сожалению в это же время им переделать переход цена т4 это очень важный момент сейчас ну а имперский палач по-прежнему красуется у нас в центре огромный сайт строит при этом другие корабли обратить внимание до обычные звездные разрушители и так интересно при собачной дайте такой одной палкой вот тут я понимаю надежно да как они там приводничают непонятно вот они вообще стоит практически припаркованным на палача видимо не боятся какого-то знаете легкого еще боятся в космосе даже не знаю солнечный ветер нет наверно это не про это час года я даже я думаю что в принципе конструкция при наверно какой-то искусственной гравитации лень за кимур за тут все держится будет работать эти вот посмотрите на корабль который тоже был в воинах клонов это претер судя по всему дают огромная плитка или точнее его там ну там есть еще один вариант такая другая версия похоже очень на корабль времен клонов по крайней мере сюда на куате строится абсолютно все что только пожелаю все что только захочет заказчик ну а снизу уже смотрите двигаются первые страшные какие-то тарелки летающие которые корветы и они раз коротами они рисуют на не какие-то круги на полях но название у них очень страшная вдвойне я даже не хочу произносить слух до чтоб youtube не палкой по голове не ударил а вот за это слово вот и полетели полетели эти тарелочки сейчас обстреливать бьют они кстати довольно больно вроде как так узнаете немножко примитивный за не то что примитивный дизайн за такой знаете характерный скорее больше для фантастики да немножко другого периода и другой галактики здесь появляется уже первый сейчас имперский звездный разрушитель первого класса и драться с ним будет при этом один венатар венатар которого красиво покрасили в черный цвет и командует им жарит сайкос бывший имперский командующий который потом решил украсть венатар и работать на себя у него много трубозных батарей но что-то мне кажется что этот маленький венатар явно не в состоянии бороться с этим просто гигантским имперским звездным разрушителем но тут есть как прикрыть этих тарелочек летающих да и кажется даже этот венатар держится очень даже неплохо да он в одиночку начинает свою перестрелку сейчас и кажется даже один звездным все-таки будет взорван в этом пространстве космическом красиво очень венатар тарелочка полетает прям нам между глаз и и да я думаю скорее всего хоть этот корабль сделал большой урон наверное даже уничтожил два разрешителя противника живым он отсюда не уйдет очень сильно же подбитые модули и этот просто стильный красивый изысканный венатар скорее всего будет уничтожен да потому что шансов на выживание уже остается очень мало вот такой выписан первый герой подводят еще сюда фианор мандалорские корабли сейчас это кондоши достаточно неплохой такой крейсер очень мощный своим уроном своими батареями без какой-то эскадрильи как это обычно имеется имперских кораблей эти имперские корабли уже просто разваливаются не теряют управление и расходятся буквально не на счастье конечно просто там полетел дрейфовать в открытом космосе и скорее всего даже кстати венатар выживает действительно повезло на этом фланге есть еще один корабль и появляется травм всем легендарным корабле как монитар и собственно травм обладает хорошим уроном своих пушек да может командовать и повышать скорострельность корабля или его урон и подходит правда здесь уже слева еще кое-кто по имени тайберзан да это глава конфедератов не конфедератов точнее а глава альянса пиратов есть альянс пиратов есть альянс пират ну все синдикат брата принес очень мощное орудие на центральной части корабля которые уже полетели кажется в корабль трауна или скорее всего вот в этот корабль который находится будут туда этот нет и куда куда летят там непонятно просто пустое место сейчас да и подходит еще больше не захочет сейчас к силы на самом деле перевече старт вейдер на своем огромном корабле подходит сюда да на его уничтожители разорить и это сушки как-то знаете его личный звезды решитель выглядит не очень круто на самом деле я не знаю почему видимо как-то вейдер они очень сильно жалуют папатин но как-то не выгодил на самом деле пичцев да то есть я понял что посадили было конечно вот на палача вот это было другое дело а так знаете ситх номер два в галактике а вот такой вот обычный кораблик какой-то ну знаете это да это как-то для чиновника такого класса это прям не смотрится абсолютно что ж больше уже по из кораблей мандалорцев сейчас и вроде когда я думаю здесь и причем еще корабль тайбер ушел вниз как мы могли заметить и нам просто ушел и вейдер остается очень сильно подбит но тайбер слишком хрупкий на самом деле а вот у вейдера скорее всего будут уже очень большие проблемы скорее всего на живем уже отсюда не уйдет перестрелка продолжается и мы очень хорошо видим сейчас что при всем этом соотношении сил несмотря на то что имбирь и казалось бы такие большие красивые выверенные кусочки пиццы которые воюют очень эффективно как-то от силы повстанцев и повстанцев точнее а пиратов выглядят намного существенно сильнее да и как-то не получается имперцев пока продвинуться дальше хотя вот в этом сражении хоть просто за счет численного преимущества они вроде подались неплохо но там есть еще битва на севере про который называется тоже есть элитный венитар который ведет борьбу с двумя звездными разрушителями на этом фланге и тут еще есть старый наш провидент старый наш друг который до сих пор не был потерян который просто продолжает выпускать постоянно прикрытие виде перехватчиков и посмотрите просто теперь на масштаб начале нам казалось что вот эти вот корабли того да вот эти индикаторы они большие но сравнение теперь в этом масштабе очень хорошо заметно кто тут главный и кто какой размер имеет но главное не размер главными не пользуются потому что даже это маленький венитар выносит очень много урона и уже разберет еще одного имперского разрушителя да и на юге что-то происходит у нас здесь как дела более-менее неплохо вроде как более-менее неплохо да то есть было так сказать корабль вейдер к сожалению был уничтожен видимо он катапультировал сейчас на квад и продолжает тайберзон настреливать просто сзади да у него очень хороший корабль именно с счет вот их способности которые бьют с огромного радиуса как вы можете заметить да просто через пол карты он стреляет этими вспышками сгустками плазмы и попадает по кораблям очень даже неплохо и довольно больно полетел дальше с этот огромный просекьютор да очень тяжелое противостояние уже как огромное блин кусок дыма какой-то полетели осколки куда-то наверх там в камеру да здесь явно видно насколько это сражение жестокое насколько оно масштабное еще конечно много кораблей молдалорцев здесь но вот на другом фланге на севере у провиданс проблемы и можно что-то пробивать прямо по ангару по его орудиям как-то уже не хватает крепкости у него и у империи силы хотя бы на одном фланге должны увеличиваться имперцы мне кажется решили немножко сделать упор на север здесь появился еще будет один венатар который приходил на помощь но как-то от него тоже ничего не осталось его подбери достаточно быстро и с 22 кильдаба кильдабы тоже сильные мандалорские корабли с очень большим уроном в центре да у них много пушек сосредоточено здесь и они действительно крайне эффективны против этих имперских разрушителей просекьюторов даже вот этот вот класс особо это среднего размера уже корабли этого зовут центурион обратить внимание очень интересные здесь имена на самом деле многих вот например мститель который находится сзади имперских первого класса но провиданс наш герой и живет он пережил войну клоунов но вот мне кажется осаду куата все-таки пережить он не смог слип всему на юге подходит еще подкрепление в виде кого на этот раз пока не ясно это просто наверно димошу корабль а это уже самая последняя модель разрушителей который имеется сейчас вообще у империи посмотрите какой час шквальный огонь открывает позиция пиратов да и кажется этот кандоши долго не выстоят его просто угандошили сейчас да с этим обстрелом просто ужас какая-то на самом деле а пушек очень много зовут его василиск и цвет на этот василиск просто съедает своих противников сейчас пока на этом фланге противопоставить ему цвет на нечем там тайберзон где-то опять прячется в этой дымовой завесе как настоящий знаете пират он бьет из-под тишка и скорее всего может нанесет такой серьезный урон по позициям появляется уже где-то в обоих это еще дроид и g2000 которые занимаются уничтожением маленьких эскадриль и империи и есть при этом еще один элитный эскадрон стоит 1 это имперское звено элитные пилоты которые обстреливают вражескую авиацию но их довольно тяжело разглядеть в таком масштабе как вы можете понять уже сейчас да поэтому искать мы их по карте наверно не будем есть еще здесь вот прокурсатор еще не дополнительный да но как-то и на севере и на юге силы империю шкупи дает но здесь конечно василиск спасает сейчас а и у нас появляется еще один а леджинс которого зовут а бисмарк да интересно каким образом в другой галактике догадались упомянуть железного канцлера германии 19 века да но вот бисмарк оказался на стороне империи сейчас что принципе неудивительно учитывая его имперские амбиции и у кельдабов большие проблемы здесь кельдабы под названием дисчарджер явно проигрывает здесь интимидатор тоже не справляется интересно довольно название но все-таки империи названия более эпичны что там на севере паре песок это взрыв большого корабля со стороны пиратов скорее всего там было это было либо кельдаб либо киндоши да и прокурсаторы здесь еще один еще один у нас нет это первый класс у нас имперский разрушитель да ну как-то неплохо работают что такое маленькая а это что-то какое черное интересное да такое это у нас а и си класс это небольшой эскортный авианосец хорошая штука у него хорошие пушки у него хороший большой радиус но мне кажется своих девушек не стоит да здесь корабли побоя побольше нужны побои мы не наверное более эффективно пытался сути еще при этом сейчас этот корраптор коррупционер загрязнитель не знаю как его по идее должны или осквернитель возможно да он пытался уйти от корабль класса виктори но скорее всего не уйдет наберзан в него там пуляют свои сгустки плазмы сзади здесь довольно много еще мандаловских кораблей которые остаются кельдабы продолжат стоять по василиску не по бисмарку точнее это у нас бисмарку бисмарка скоро уже ничего не останется скорее всего бисмарк сильно подбит сверху находится василиск который сейчас продолжает сопротивление но у него сил тоже не очень много химера появляется на этом фланге открывая тобой всеми своими батареями по этому кельдабу по расходят взрыв одного из имперских кораблей сейчас просто катастрофа или нет это был скинни перске это был мандалорский корабль держится еще один этот кельдаб сейчас в перестрелки с силами империи у него вроде более-менее это получается достаточно крепкий на самом деле корабли как бы не показалось то странным да вроде как имперский корабль вот не знаю может быть я на самом деле у меня есть такой имперский байос как говорится да но мне кажется корабли империи должны помощнее хотя в плане прочности они разваливаются просто как будто их делать из картона и на самом деле повстанцы до для империи они профессиональные высококвалифицированные имперские рабочие но может быть они и не такие уж высококвалифицированные кто знает здесь остается еще этот один кельдаб который зовут подчинитель взял имя огромного корабля еще со времен войны клонов к на котором летал гриус но конечно не дотягивает до такого звания хотя может быть он исходил из риторики как корабль назовет назовешь так он и полетит но полетел конечно прямо в лапы противников сейчас и в общем-то в пасти к беде потому что здесь и уже и химера отстреливать неплохо и появляется снова травме утра она до этого уже подорвали разок но травм как бы не отчаивается он свой корабль отремонтировал заново на станцию прилетел и такой ну ладно второй раз точно повезет да как говорится а первый разрушитель комом и осколками на планету отстреливая сейчас имперцы пытаются не как-то стабилизировать ситуация на самом деле очень плохая потому что уже подбираются к их астероидам один астероид уже был уничтожен более того у них есть только один на этом фланге значит доход империи уже стремительно уменьшается это означает что скорее всего силы повстанцев силы синдиката скоро одержит победу в такими темпами но все-таки это еще достаточно рано судить здесь один неплохой такой корабль довольно сабо от называется он сабо от эсминец который открывает огонь уже в упор практически сейчас по имперскому разрушителю второго класса интересно это же название сабо вот если бы вызывали сабо то он было бы еще и печни да вот была такая воздушная panzer элит бронка 5 и так далее появляется он где-то еще дарт вейдер судя по его фразы при первом говорит где-то он будет на на ком-то из флангов но пока его что-то не видно возможно его просто построили но еще не заказали да или вот возможно это был его караул и просто еще один звездный житель который двигается на позицию это просто разрушитель 2 класса достаточно эффективно тоже должен помочь в этой ситуации но одними разрушителями как-то знаете все может быть не должно ограничиваться вот и дарт вейдер появляется снова он вернулся уже с планеты после того как его подбили тоже в первый раз и пытается снова защищать астероида астероиды в итоге были потеряны хотя нет подождите на этом астероиде поставили с турель книги от не так быстро но одного стройки не хватает у империи кельда бывают сейчас на этом лишь дистанции вейдер открывает огонь своих трубозерных батареи у него сейчас опять-таки тот же divastator да это звездный первого уровня сколько я знаю не второго класса пушки убьют на самом деле более нас и обратить внимание как они классно прорисованы в этом моде нереально крутятся нереально стреляют да они просто знаете стоит . из корабля просто исходят какие-то сущности видеогномика в другую сторону вот здесь реально мод проработан с визуалов очень хорошо настолько хорошо что даже на самом деле процессоры не вытягивают потому что игра построена на одном ядре более-менее сражается отлично вейдер сейчас но окажется сил у него может быть и не хватит в итоге кельдабы еще на позиции довольно много и мне кажется просто по деньгам все больше и больше сил скоро будет совершенно точно уже у ребят слева здесь есть также еще побитая химера которая остается и живет какой-то огромный зыб пришел в этой области да видимо что-то нехорошо было в мандалорство с кораблем летают эти летающие страшные тарелки которые стреляют торпедами различными сейчас по противнику у вейдера опять проблемы с кораблем скорее всего да ну да ракеты торпеды не страшно главное чтобы вейдера не попадал песок да потому что вы знаете на кинска и ручки любит песок я думаю многие знают этот мем обычного правда англоязычных форумов форсят но не суть есть еще один из кельдаб но всякий случай очень хорошая прикрытие на этом фланге очень много разных кораблей а по пошла неожиданная атака 6 империи они решили попробовать спушить астероид противника и имперский разрушитель нападает на этом фланге красиво и появляется лукер халк легендарный огромный авианосец но и в данном значении скорее уже не авианосец а просто огромный капитальный большой корабль который призван уничтожать вражескую любую летающую технику и соответственно в данном случае этот огромный лукер халк должен справиться этим разрушителем и вот с такой вот огромной дроидовской поддержкой должны ребята наступать на севере и соответственно с кораблями мандалорцев на юге вот так вот действуют пираты похоже что палача может быть и не получится спасти но это не конец за империи конечно имперцы еще могут отбиться под станцией в отличие от многих других модов в ремейке отбиться под станцией можно под станцией станция хоть и выглядит не так эпично в виде просто какого-то знаете чокера для модных девочек но в любом случае батареи у нее довольно много батареи на самом деле очень много поэтому она будет отбиваться я думаю отчаянно и с большим усилием достаточно долго отстреливается от лукер халк сейчас и сожалению для империи они потеряли свой разрушитель но смогли забрать один астероид это тоже важно доход у синдиката уменьшается сейчас намного но правило в том что сам сами имперцы только что потеряли два астероида на этом фланге есть еще один небольшой корабль тоже у нас второго класса разрушитель он там воюет буквально с одним кельдабов сейчас ну конечно в этой с в этом процесс не победит но правило то что повстанцы не повстанцы точнее пираты всеми путаю но на самом деле что повстанцы что пираты что депаратисты да знаете все это одно и то же для тех кто болеет за правильную великую империю окей любом случае до кондош подходит сюда карбингер его зовут и этот вестник страшных новостей двигается в атаку сейчас и скорее всего думаю в этой на этой ближней дистанции он может и ну и должен наверно победить все-таки шансов у него на это довольно много вроде как на эти вылетают пацаны какие-то эскадрильи сейчас от сил империи но к сожалению их немного не хватает как по моим общим ощущениям как бы не старался с империца и 2 и перца как-то пытаться виграть да и с этими маленькими эскадрильями кажется что их не хватает но появляется дарт вейдер сейчас здесь дарт вейдер команды своим флотом но у него в этот раз битва правда уже с двумя кораблями тут правда один сильно побитый поэтому его не заметят я думаю сильно но есть также один сабаот который отстреливается с дистанции щиты пойдем пробить не должен есть какой-то знаете маленький пиратский корабль с одним из героев до героя зовут ванка нет он на в общем-то человек который проводит всякие нехорошие вещи через таможню контрабандист другими словами подходит у нас какой-то еще персонаж которого я не знаю к сожалению это адмирал дала горгор замечательную нее корабль тоже кстати корабль выйдет не хуже чем у эйдера опять претензия почему обижают ситха номер два в галактике и подходит еще один большой разрешитель справа кстати на этом фланге возможно империи удастся отбиться вообще без проблем но снизу конечно и перцев сильно душат сизой перцев сильно подвигают в сторону у перцев скорее всего сейчас будет потерян эти астероиды их надо как бы отстраивать уже они могут отстроить к обычно стоит и могут сделать а строит еще при этом защищенные защищенные строят стоит намного дороже и здесь вот маленькая маленькая эскадрилья пыталась сопротивляться но в итоге она должна наверно отступать назад до 10 и не место разваливаются части карты просто уже в разные стороны и теряются эти позиции на этом фланге удается отбиваться более-менее перцев сейчас адмирал adora ведет свой корабль дала дни с недор дура это уже из даша путешественница да как я понимаю вот видимо она оттуда помогите найти джедаи в галактике где джедаи да и так далее окей полетела она в атаку там уже двигаться просто невероятно крепкий невероятно мощный локер халка да все-таки знаете корабли с эпохи войны клонов они намного более жесткие потому что мы по крайней мере у сети которые были у сепаратистов потому что они дорогие крепкие большие вот но перцев как-то сил маловато по ощущениям хотя вот вроде как не плохо тут работают корабли империи вместе но этот лукер халк который просто танкует в себе весь урон он просто не вероятно мощный просто не получается 4 капитальных корабля пытаются его пробить даже подходит еще один на legends сейчас но это просто уже самый знаете практически самый мощный корабль который вообще имеется на самом-то деле да вот но не знаю не хватает все равно урона не могут они править лукер халка у него до 4 не выпали хотя он уже поэтому смогу делся разрушить прикрытием еще два корабля противника там какой-то коварный тайберзан правда опять настреливая да поэтому неудивительно откуда проблемы берутся а на юге тоже смотрю что у империи совершенно точно проблема возникает они уже теряют корабли на этом фланге и остается только у них станция пятого уровня сейчас танцы лет много денег 50 кредитов в секунду но поскольку не потеряют вот эти вот астероиды конечно ситуация будет совсем критично нужно держаться до конца по станции можно конечно отбиться но все-таки ситуация цвета очень тяжелую имперцев держится еще справа джудикатор есть один корабль снизу честно говоря не знаю это слово нуга я буду назвать его нуга и песка нуга открывает огонь час поэтому лукер халка лукер хак более-менее принимает урон сейчас в борт но теперь да у батареи начинают постепенно отваливаться от корпуса это кстати неприятно действительно с такими темпами и от этого героя ничего не остается пошли снова залпы плазмы сейчас от тайбера за на сожалению записать последнюю минуту этого матча не получилось потому что реплей уже в конце не прогружался и постоянно вылетал но как вы могли уже догадаться думаю вполне логично синдикат отражал победу уничтожив последние два корабля империи имперцы признали поражение на этом друзья сегодня все надеюсь вам понравился этот мод не забывайте писать комментарии если хотите видеть его в будущем ставить лайки и надеюсь что вам все понравилось желаю вам всем хорошего дня удачи успехов и до скорых встреч